Ваш проект вызывает восхищение, в том числе, что это не столичный проект, это региональный проект, и в этом региональном проекте вы добились таких же результатов, как многие московские молы петербургские, и это вызывает восхищение. Мы сейчас сидим в депо, только что прошла конференция на Молконнект, вы презентовали там свои достижения, но я хочу поговорить немножко о другом. Буквально недавно вышла информация о том, что Ассоциация Легпрома планирует добиться размещения в торговых центрах островков дизайнерских, где будут представлены дизайнеры, не имеющие возможности полноценно арендовать помещения в торговых комплексах. В каком формате это будет происходить, на какой срок кто это будет спонсировать, мы на данный момент не знаем, но у вас есть уже опыт работы с дизайнерами. В двух словах расскажите, пожалуйста, про Славу. У вас открылся большой дизайнерский Нивермаг, буквально там недели две, может быть, вы уже видите какие-то результаты, уже видите какие-то изменения. Ну, на самом деле, если говорить про работу дизайнеров и российских дизайнеров, конечно же, им нужна поддержка, но нужна поддержка, скорее, возможно, на государственном уровне, и тут нужно будет помогать и самим дизайнерам, и где-то, может быть, торговым центрам. То есть это должна быть какая-то комплексная работа нескольких направлений. Что говорить про Славу, то довольно-таки успешный бренд, успешный концепт. Его на самом деле успех заключается в том, что ребята-гибки. Они подстраиваются, набирают правильный пул дизайнеров под каждый регион, под каждый, возможно, даже объект. И при этом, в принципе, тот продукт, который сейчас создают российские дизайнеры, он модный, современный, он качественный, он продвинутый, и его покупают. Что самое главное, на самом деле, это наш потребитель, который всегда голосует руками, ногами, рублем. И в этом плане только он, главный критерий, главное мерило того, как успешен, либо не успешен бренд. Так вот, если говорить про Славу, уже с первых дней показывает довольно-таки хорошие обороты, хорошие показатели, то, что мы видим, в том числе и по посещаемости. И в этом плане мы уверены, что у российских дизайнеров, у универмагов российских дизайнеров в Воронеже и в Черноземье точно есть будущее, оно светлое и хорошее. Что вы думаете насчет вот этой инициативы, и нужно ли эту инициативу внедрять в торговые комплексы, если, например, в торговых комплексах уже есть такие дизайнерские универмаги? Ну, вот, когда мы говорим о том, чтобы внедрение каких-либо инициатив в бизнес, в принципе, это довольно-таки, ну, такая история сложная, потому что каждый объект уникален, каждый регион уникален, везде свои есть потребности. И на самом деле бизнес сам понимает, куда ему нужно заходить, где надо двигаться и каким образом, ну, правильно направить свои ресурсы. Если тут им нужна будет поддержка вот с точки зрения российских дизайнеров и торговых центров, то, возможно, это какая-то поддержка с точки зрения именно самих дизайнеров и дотации на открытие магазинов, на покупку оборудования для этих магазинов. И вот такая помощь, мне кажется, будет правильной, целенаправленной, и она принесет свои плоды. Как только начнут, или если начнут, а куда посадить, а как их поставить, а будут это навязывать и подталкивать, то тут навряд ли что-либо получится хорошее, потому что, ну, как я уже сказал, бизнес идет и развивается ровно там, где есть спрос, где есть деньги. Как только мы что-то начинаем подстраивать, подпихивать, вклинивать, оно получается не очень через силу, это не будет работать. Лучше помогите этим дизайнерам открывать правильные, красивые магазины, направляйте их, может быть, с точки зрения, опять же, дизайна, мерчендайзинга, обучения какое-то, и давайте дотации, если есть возможность. Ну, ситуация, связанная с этой инициативой, больше похожа на некий эксперимент легкой промышленности. Поэтому мы понимаем, что дизайнеры в торговый центр, если будут выходить монобрендом, будут выходить сырыми. То есть у них не будет ни концепта магазина, они будут щупать свою целевую аудиторию. Это какая-то краткосрочная аренда. Возможно ли она? Да почему нет? Возможно, вполне. И можно подписывать договоры на полгода, на 11 месяцев. Вопрос только в том, что это не будут топовые площадки, однозначные, потому что топовые площадки заняты теми арендаторами, которые, а, платежеспособны, б, знают, что делают они. Если ищутать свою аудиторию, то крайне редко какими-нибудь отдельными коллекциями, а, как правило, такого вообще не происходит. У них отработаны действия, у них отработаны какие-то лекала, и они по ним вполне себе успешно работают. А тут площадка для экспериментов точно не будет топовой, и, возможно, это будут восприняты как некие сложности для развития этих самых дизайнеров или каких-то новых брендов, которые создаются. Кроме технических и организационных моментов, дизайнеры будут заинтересованы в меньшей площади, в значительно меньшей площади, нежели чем обычный стационарный магазин. Принимаю во внимание, что это какие-то, может быть, острова, или это, может быть, какие-то острова, там, придвинутые при стеночной модуле, возможно. Ну, то есть формат, я насколько понимаю, сейчас еще не утвержден, непонятен, это все находится в обсуждении. Как вы думаете, если, например, по инициативе Лехпрома один торговый комплекс размещает у себя 3, 4, 5 таких дизайнерских порнеров, не превратится ли это пространство в конкурентное уже имеющемуся дизайнерскому сформированному универмагу? В какой-то мере превратится, но двигатель рынка, двигатель продажа все равно конкуренция, без конкуренции движения не будет. За редким исключением. И да, они, конечно же, будут между собой конкурировать. И тут вопрос того, насколько они готовы все к этой самой там конкуренции. Потому что если дизайнеры будут заточены под то, чтобы развиваться, открываться и двигаться дальше, мы получим интересный продукт. Если они будут заточены под то, что вот нам министерство там помогло места какие-то получить, вот мы сажаем продавца, сидим, и как оно пойдет, то тут совершенно другой подход, и он навряд ли будет толчком для развития. В любом случае, если это даст возможность развиваться или подняться хотя бы одному-двум дизайнерам, вот общей массы, ну это уже круто. Глубоко погрузившись в западные практики, я выявила еще в 2019 году такой формат, как экосистема ритейл-стартапов, которая образовывалась на базе магазинов, оставившихся в своей площади, на площадях ушедших магазинов. И тогда включался торговый центр как оператор этих дизайнерских пространств. Помещение, какое бы то ни было, было распределено между несколькими дизайнерами, поставлены кассовые узлы, более того, торговый центр принимал участие в этом и даже смог обеспечить их продавцами и прочими условиями на начальном этапе. Как вы думаете, насколько такой формат может родиться и быть живым в российских торговых целях? Ну, как раз возвращаемся к тому, что это те же самые универмаги, только организованные арендодателями. Да, ну, возможно такое делать. Тут надо понимать о том, что для большинства арендодателей ритейл – непрофильная история. И в нее от каких-то там хороших времен не всегда идут. И да, действительно, на этом можно, когда ты не хочешь давать варенную универмагу, когда ты есть сложности с вакансиями, не знаешь, как их там правильно заполнить. Или наоборот, считаешь, что у тебя так много в регионе дизайнеров, что можно создать вот такой вот инкубатор, открыв на площади 500-600-700 метров вот такой инкубатор, а потом эти же самые дизайнеры выдергивать эти концепции и открывать уже там небольшими магазинами по 50-60 метров. Кто-то может быть из 100 оселек, кто-то разовьется. Почему нет? То есть тут, возможно, и такой путь, и такой путь. И, в принципе, девелоперы могут такое организовать. И, в принципе, это неплохо звучит, но тут вопрос в том, что это действительно отдельное направление бизнеса, этим надо заниматься. И если есть правильная почва, если есть возможности в регионе, ну, Крэндайл, это очень хороший пример. Это же как раз открытие универмага на тех площадях, которые со скрипом издавались, а теперь это мега успешный формат, который хочется проецировать, развивать и открывать на других объектах. Вот классные, хорошие, кстати, примеры у нас в России есть. Алексей, еще один вопрос. А в случае, если, например, инициатива Легпрома будет иметь строго концептуальный характер в отношении развития этих дизайнеров на территории островов? Ну, то есть мы понимаем, что у них может быть своя концепция развития, и они могут с этой концепцией выходить в торговые центры, и, например, они не согласятся на удаленную площадку, которая будет заведомо, ну, менее проходимая, да, и будут настаивать на размещение на островных площадях. Как вы думаете, насколько это может ухудшить визуальные характеристики галереи? Потому что, если мы говорим о фэшне, то, значит, нужно предусмотреть массу моментов технических, примерочные, какая-то небольшая, так сказать, складская территория закрыта. Что вы думаете по этому поводу? Ну, зависит, опять же, от отдельных характеристик каждого объекта. Там, где галереи большие и просторные, там это выглядит уместно. Тоже, пример хороший видел вчера в Урнард-Коламбусе с верхней одеждой. Довольно-таки массивный для любой галереи, но когда это вот в масштабах такого объекта, выглядит довольно-таки неплохо, здорово, и оформлено было хорошо. Даже это будет в более узких местах, невысоких. Естественно, будет возникать ощущение вот этого вот наполненности, скученности, и это уже не будет теми правильными визуальными характеристиками, которые должны быть в торговле. Как и у торгового центра в целом, так и вот в тех самых порнерах, о которых мы говорим. Они работают, и работают на самом деле хорошо. У нас есть успешный пример. Мы открыли порнер воронежского бренда ZRD. Это молодежная одежда, 50 метров. Их открыли из... Как раз мои ребята нашли дело аренды, нашли его в Инстаграме, привели, и он сейчас, я знаю, открывается в других торговых центрах. То есть им эта история оффлайна понравилась. Очень хороший, правильный пример того, как происходит развитие, переход из онлайна в оффлайн и уже отдельным магазином, не в рамках даже универмага. Поэтому мы в этом плане ищем тоже разные пути, которые интересны будут нашему покребить. У меня родился еще один вопрос тогда, по поводу уже готового кейса, про который вы рассказали. А каким образом вы осуществляете поиск, если внутри вашей структуры уже есть люди, которые... Есть ли люди, которые занимаются поиском непосредственно дизайнерского направления? И каким образом найти? Где найти первых дизайнеров торговому центру, чтобы начать их развивать? Ну, отдельно на дизайнеров мы человека не сажали. То есть это, в принципе, люди, которые работают в отделе аренды, которые занимаются поиском арендаторов в целом. А если говорить, где найти дизайнеров, где найти такие форматы онлайн? На самом деле, если их нет в оффлайне, то они точно есть в онлайне, другого не может быть. Поэтому мы их ищем по социальным сетям, телеграм-каналы, сайты. По сути, идти и прочесывать весь онлайн, выбирать, договариваться, объяснять, зачем надо идти в оффлайн, показывать какие-то плюсы. И в целом, если это нормальный, понятный, проверенный временный, допустим, формат, либо новый, но классный, суперский объект, который, прошу прощения, дизайнер, да, который всем заходит и который интересен, он заработает обязательно и в торговом центре. Это будет для них плюсом. Поэтому ищем практически везде. Ну вот основной источник. У нас есть примеры еще и менюнитов, корнеров, когда мы открывали маленькие с дизайнерскими штучками, которых не было в онлайне, не было в оффлайне, они были в онлайне, открыли мини-юнит у нас, потом где-то магазин открыли. То есть таких примеров у нас несколько. Не всегда это поступательно. Они могут перейти сразу из онлайна в, собственно говоря, магазин. Могут быть в ярмарках всегда, и их это будет устраивать. Поэтому пути совершенно разные. Тут важно управляющие компании, важное дело аренды, увидеть те форматы, которые классные, крутые, которые заработают, и правильно им объяснить, что нужно открыть такой магазин, как это сделать, и подобрать соответствующую площадку. Спасибо огромное, Алексей, за это интервью. Пусть оно будет у нас началом большого цикла мини-сюжетов. Большое спасибо и удачи вам. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok